В этом видео я расскажу, как установить кросс-ассемблер PDPY11 на macOS или Linux. Установка на Windows почти не отличается. После этого вы сможете легко и просто программировать на ассемблере для компьютеров BK0010, BK0011, UKNC, Soyus Neon и других с PDPY11 совместимыми процессорами. Кросс-ассемблер PDPY11 написан на питоне, поэтому вам понадобится Python 3, сам PDPY11 и текстовый редактор Sublime Text 3. Также пригодится Java и написанный на Java эмулятор компьютера BK. Ссылки на скачивание в описании. Начнем с установки питона. Это просто, программа установки все сделает сама. На всякий случай запустим терминал и проверим, установился ли Python. Для этого введем команду Python3-Version. Убеждаемся, что Python правильно обработал команду и закрываем терминал. Затем распаковываем PDPY11. Обязательно нужно переименовать папку в PDPY11 маленькими буквами. Переместите PDPY11 в удобное место, например, в папку Программы. Текстовый редактор устанавливается еще проще. Запускаем его. В настройках выбираем Browse Packages. Откроется папка, в которую помещают плагины к редактору. Вам нужна папка User. Теперь нужно открыть папку SPIDPY11. В ней есть папка Sublime с нужными нам плагинами. Скопируйте эти плагины в открытую ранее папку User. Плагин Build нужно слегка отредактировать. Откройте его в текстовом редакторе. В переменной WorkingDir нужно указать путь к кросс-ассемблеру. На этом настройка компилятора закончена. Setup.py запускать не нужно. Проверим, компилируются ли программы. В Sublime Text наберем небольшую тестовую программу и сохраним ее с расширением .mac. Это традиционное расширение для макро-ассемблеров. Кроме того, компилятор принимает расширение .asm. Скорее всего, сразу подключится раскраска кода. Если нет, вручную укажите язык программирования в правом нижнем углу редактора. В нашем случае это PDPY11. Можно задать собственную цветовую схему. Для этого выберите в настройках Color Scheme и укажите тему PDPY11, которая создана специально для ассемблера PDP11. Попробуем скомпилировать программу командой Build из меню Tools. Рядом со сходным текстом программы должен появиться скомпилированный BIN-файл и текстовый файл LST, в котором перечислены адреса меток. Это может пригодиться для отладки. Наш плагин для Sublime Text определяет некоторые синтаксические ошибки и подсвечивает их красным. При попытке скомпилировать некорректный код, CrossAssembler передаёт текстовому редактору указание на ошибку. В нижней части экрана появляется вспомогательная информация от компилятора. Уберём синтаксическую ошибку, но оставим имя несуществующей метки. Подсветка не покажет такую ошибку, она всплывёт на этапе компиляции. Когда программа компилируется без ошибок, в нижней части экрана пишется только время компиляции. Если вы хотите, чтобы сразу после компиляции запускался эмулятор, сперва установите Java. На Mac OS и Linux мы будем использовать эмулятор BK2010. Для Windows есть более точный эмулятор Git, ему Java не нужна. Распакуйте эмулятор. Для универсальности советую убрать из имени файла название версии. Поместите папку с эмулятором в удобное место, например, рядом с компилятором PDIPY11. Теперь скопируйте путь к эмулятору. Этот путь нужно вставить в командный файл, который идёт с PDIPY11. На Mac OS и Linux это файл с расширением .sh, на Windows с расширением .bat. Путь к эмулятору нужно вставить после команды CD, смена директория. Только путь, без имени файла. Имя файла указано в другой строке. Уберите символы комментария и не забудьте сохранить файл. Теперь после компиляции сразу запускается эмулятор BK2010. Он грузит нашу программу и передаёт ей управление. Попробуем написать что-то осмысленное, чтобы увидеть результат на экране. 40000 это начальный адрес экранной памяти. Будем увеличивать содержимое ячеек экранной памяти в цикле. Команда SOP организует цикл. Бранч – короткий переход на метку. Отлично, оно работает. Теперь скомпилируем что-то более серьёзное. Рекомендую назначить запуск Sublime Text на все файлы с расширением .mac. Исходник в 1600 строк вполне пойдёт. В процессе компиляции обнаружена какая-то ошибка, но на экране мы её не видим. Чтобы перейти к ошибке, нажмите F4. Оказывается, в архиве с исходниками отсутствует один файл. Это копия области памяти BK0010 с адреса 0 по адрес 1000. Там хранятся системные переменные базовые операционные системы. Дело в том, что эмулятор BK2010 не инициализирует систему при запуске BIN-файла из командной строки. А в данном проекте используются функции системы для отладки. Поэтому закомментируем всё, что относится к отладке. Компилируем снова и... Всё работает! Пользуйтесь на здоровье! А вопросы по PIDPY11 вы можете задать в телеграм-чате BK0010-11. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok